всем здрасте я надеюсь мы все друг друга слышим а то что-то я не вижу каких-то не вижу активности в чате у нас сегодня разговор про работу с файлами это обычно последняя предпоследняя лекция цикла и по ней обычно нет домашних заданий но так случилось что у нас лекции начались 1 сентября вот и у нас есть еще пара тем по которым я не буду давать домашние задания по которым не нужно немножко на самом деле поисследовать потому что тем для меня не очень знакомы значит так что тема про файлы внезапно перекочевала в темы с домашними заданиями какой их будет еще минимум не минимум максимум 2 вот соответственно что именно как 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 накрутить и держать таким образом что он что-то проверял я не знаю но я думаю что будут например задачки на какие-нибудь специфические модули типа страх о котором мы сегодня поговорим прежде чем мы с вами присядем на лекцию профайлы я хочу повиниться и объявить что на прошлой лекции я допустил некоторую ошибку на их часто допускаю конечно а вот но я прям немножко затупил вот вам вот в это вот место которое называется дескрипторы ну в своем неподражаемом стиле разумеется затупил написал неправильный код а потом его глубокомысленно интерпретировал напоминаю тему да значит дескрипторы это такая специальная конструкция находя которую в классе питон внезапно по-другому себя ведет когда мы обращаемся к соответствующему полю дескриптор это такой объект у которого прописан как минимум геттер а возможно также сеттер и делитер является он полем класса и только им именно полем класса и питон когда вы видим видит что мы обращаемся к объекту мы к полю объекта она является дескриптором в действительности дергать геттер ну или сеть дескриптора до поля класса поэтому если мы будем в нем рассчитываем в нем хранить какие-то значения разные для объектов нужен геттер сети для чего нужен для того чтобы у нас был такой специальное поле у которого значит доступ как-то регламентируется нами да так вот если мы хотим хранить в этом поле какие-то специфичные для каждого экземпляра класса для каждого объекта значения мы должны пользоваться для хранения вот этой информации пространство имен самого объекта в котором у нас находится дескриптор смотрите гетт получает на вход селф селф это наш дескриптор obj это тот объект чьим полем является наш дескриптор architecturalся это тот класс чем по им на являя что наш дескриптер сет это сейтер селф это наш дескриптор and uz это объект чьим полем любят на дискрипт а валюты который нужно туда положить. Соответственно временное хранилище ну вот такое вот с названием подчеркивание value мы должны заводить в пространстве имен самого объекта. Понятное дело что если объектов несколько то у каждого из них будет свой собственный подчеркивание value в который мы будем закладывать значение и забирать его оттуда. Если как я это сделал на прошлой лекции здесь написать self понятное дело что у нас будет одно единственное поле на все объекты. Что тоже в общем интересно. Это такое универсальное поле через которое объекты могут друг с другом общаться. Правда совершенно как это сказать не соблюдая синхронности. Вы же понимаете что никакой томарности в таком общении не будет. Но вот тем не менее. Можно кстати сказать крупноизвратиться и для хранения полей использовать словарь у которого в качестве индекса будет идентификатор объекта. Это тоже довольно забавная штука но там начинаются другие проблемы. Например если вы удалили объект то его value можно уже не хранить. В общем это уже не важно. Важно то что в действительности все намного проще чем я намудрил в прошлый раз. Вы просто храните вот эти backend значения в пространстве самого объекта. Вот такая поправка в предыдущей лекции. Ну вот. А теперь значит делаем постфок файл. Прежде чем мы подступим к файлам поговорим о такой штуке которая называется контекстный менеджер. В принципе контекстный менеджер в реалайфе нужен довольно часто но на него тяжело придумать такую ну что ли разумную задачку для домашнего задания. Поэтому видимо часть нашего разговора будет проходить ну в стиле смотрите как бывает. Смотрите как бывает. Контекстный менеджер это вообще говоря часть синтаксиса питона. То есть это настолько важная была вещь для создателей языка что они внесли его в синтаксис. Смысл которой довольно простой. Помните наши исключения. У исключения есть давайте мы в них тоже поглядим. у исключений есть где они тут исключения try except else и finally мы увидели что finally в случае некоторых исключений таких не страшных которые унаследованы от просто exception finally выполняется всегда вот синтакс year например отваливается сразу а вот если какой-нибудь там type year или что-нибудь такое этот самый не найден идентификатор то отлично отлично наш exception сваливается и даже он может резиться наверх то есть мы можем выпадать из данного контекста кода но если мы поставили finally у меня тут примера к сожалению к finally нету но на лекции он был если мы поставили finally то даже несмотря на то что мы сейчас должны выйти из данного контекста исполнения кусочек который написан finally обязательно выполнится например там открыли файл обнаружили что там треш вывылились по исключению ну собственно пытались его пожевать вывылились по исключению но перед тем как выйти из этого исключения нужно файл закрыть вот тут появляется слово файл да неожиданно так вот контекстный менеджер это ровно такая штука которая определяет в протоколе контекстного менеджера можно сходить по ссылке кому интересно потом описано что происходит когда вы входите в контекст и этим занимается метод enter и описано что происходит когда вы выходите из контекста этим занимается метод exit вот собственно вот такой вот код да примерно вот так работает смотрите значит вот у нас контекстный менеджер у него есть init просто init enter и exit и вот когда мы вызываем оператор with говорим заведем нам контекстный менеджер передадим туда какое-нибудь значение например true даже в качестве переменной его будем смотреть кстати тут можно было print написать да внутри контекстного менеджера мы сначала говорим print working потом вываливаем то самое исключение которое произошло внутри нашего контекста а потом пишем print done что происходит вошли в контекст написали working исключение возникло синтекс error но прежде чем исключение возникло мы вот здесь вывели кусочек вот этого вот ну вот короче вышел короче отработал отработал метр метод бла-бла exit бла-бла единственное что я так понял там как обычно вот это и вот это перемешалось выводы ну перемешались и перемешались получается что вот эту конструкцию strike accept и прочее 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 мы можем слегка упростить тем более что напоминаю исключение это не ошибки исключение это вполне штатные ситуации для управления потоком такого нелинейного потока управления и просто описать какие-то действия которые должны происходить в конце значит по мере значит закрытия контекста файл о котором мы будем сейчас говорить просто файл является контекстным менеджером то есть у него есть соответствующие методы нас на самом деле интересует ровно один это метод close ну давайте вот раз уж такая пьянка мы прямо вот здесь файл f равняется open от ну не знаю наверняка в моем каталоге есть файл о и правда есть вот у него какой-то страшный тип неинтересный имя файла о вот это задано открыт он на чтение кодировка у него у тф-8 про кодировки мы проговорим вот вот ровно следующей частью нашего 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 разговора юмор в чатике да я задумался действительно над тем почему исключение назвали исключениями по видимости потому что их обработка не принадлежит тому коду в котором они возникли то есть мы как бы делаем то что написано за исключением ситуации когда мы должны делать это в другом месте то есть exception в данном случае означает как бы но не в случае когда там type error или еще какая-нибудь ерунда мне кажется интерпретация должна быть такая если уж если уж да объект типа файл у него кстати довольно много всяких полей интересных видите можно написать например writeable или нет можно например добыть номер дескриптера файла в стиле c я думаю что он будет 3 точно он 3 потому что значит это третий из открытых нами файловых потоков помните stdn stdout stdr а это третий ну третий значит вот ну в смысле номер 4 std0 stdout stdr 1 и 2 а это вот третий вот ну и так дальше и так дальше тут есть много всяких интересных штук кстати наверное мы на них посмотрим потому что тут очень мало профайла нет скорее чтобы заменить страшные ужасные сишные лонгджампы вот вот для чего придумали исключение я надеюсь что немногие здесь присутствующих испытали на себе что такое сишный лонгджамп вот и не испытывайте что интересного можно узнать у файла пока мы ими начали заниматься из него можно прочесть строчку f.readline а нет узнать проверить не является ли он терминалом не не является а как может файл являться терминалом да очень просто вот все предыдущие файлы stdin stdout stdr являлись терминалом смотрите похожая штука правда ну вот давайте посмотрим является ли он терминалом ну является ну потому что этот поток вот вывода у нас перенаправлен вот на наше окошечко а мне файлик мы открыли с файла вот ну там много всяких интересных еще штук но давайте все таки начнем уже с ним работать ой мамочки как интересно какой-то кусок кусок конспекта лекции нет семинара вот обратите внимание на то что рид просто взял тубу прочел все из файла вывел нам на экран ну в смысле вывел на экран понятно да любой последующий рид никакого исключения не дернет а просто возвратит пустую строку если рид вам прочел пустую строку это означает что файл кончился вот ну вот кстати можно сделать чтобы он опять начался начался сейчас сик динс да вот вот он опять начался можно еще раз из него все прочесть пожалуйста можно читать по строчке вот обратите внимание что редлайн читает строчку и перевод строки которые в конце нее находятся чтобы значит как куда дел посмотрите внимательно Андрей вот они все концы строк перед вами ага сейчас я сейчас я напомню про это значит вот вот и тут он перед вами конец строки смотрите я же не сделал print вот эта выдача это выдача выдача того что называется в объекте репр у нас кажется не было разговора про стр и репр это очень удивительно давайте я его воспроизведу он очень простой значит класс сц дев стр вот сел ретерн это класс c вот и если мы определили стр то попытка вывести попытка вывести соответствующий элемент выглядит вот так да мы переопределяем стр для того чтобы он красиво красиво выдача но мы же хотим увидеть что-то что-то типа такого как было раньше вот такого вот такого мы тоже хотим увидеть когда мы диагностику смотрим например у вас программа свалилась до вас колл трейс в этом колл трейси хорошо бы увидеть не вот это а вот это и и для этого существует другой метод который называется репр вот который есть вообще всегда у любого у любого у любого объекта вот так вот если вы берете строчку то стр от строчки print от строчки вызовет метод стр у нее а просто так вызовется метод репр который выглядит вот так понятное дело что гораздо удобнее в диагностических всяких сообщениях когда все эти строчки складываются вам не интересно читать вот это потому что это просто данные вам интересно читать по поводу чего эти данные вам задампили на экран поэтому вот стр и репр работают примерно так для строки так вот редлайн читает по одной строке чё вот самое интересное что есть метод редлайнс который читает все и и возвращает список видите список строк вот но есть способ лучше можно написать что-то типа ну давайте сначала его перебросим на начало и напишем так for s in f обратите внимание просто f то есть файл может являться файловым может являться итератором вот ну и там print s . print s смотрите как красиво была бы у нас совсем-совсем интерактивная лекция я бы спросил читана через строчку выдает правильный ответ она выдает через строчку потому что каждый редлайн который у нас происходит завершается переводом строки а каждый принтер дописывает перевод строки в конец поэтому у нас в конце каждой строки теперь два перевода строки и это не очень удобно когда вы делаете что-то вот в таком духе но это совершенно оправданно когда вы хотите чтобы все что вы прочли будучи записанное обратно дало бы вам тот же самый файл это значит что если там есть перевод строки он должен быть ну у вас если вы хотите чтобы было не так ну напишите вот так чё а не на ту кнопочку нажал ну так вот вот вам пожалуйста да другое дело не знаю это очевидно разные методы input и readline но но я думаю что вы читали текст про второй питон во втором питоне input делал евал то есть input был таким специальным специальной таблеткой для обучения input делает то что мы обычно в своих домашках делаем в на вводе вот input то есть старый input во втором питоне делал то что у нас делает евал input а обычный input в питоне назывался row input и мне кажется что если вы читали про второй питон то однозначно тот input который делают еще и евал да это мало того что медленно еще и опасно теперь относительно бинарных файлов мы немножко поговорим про это но чуть позже хорошо значит собственно большей частью наш разговор будет примерно этому и посвящен тут параллельно значит я рассказал как перемотать перемотать файл на начало можно же перемотать перемотать и не на начало на какую-нибудь середину вот ну и так дальше и так далее и тому подобное что то там я еще хотел у файла узнать да за счет после того как вы файл открыли его надо закрыть вот особенно если открыт на запись потому что если вы открыли файл на записи не закрыли его то если вашу программу в неудачное время убить то данные которые туда записали могут успеть не успеть в этот файл попасть ну а дальше в общем читаем 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 тут много всего естественно в райд то есть тоже работает да если мы напишем f равняется f равняется а давайте для экономии времени сразу с оператором with with open все тот же о файл на запись по умолчанию файл открывается на чтение а здесь на запись as f вспоминаем синтаксис да вот 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 этого самого контекстного менеджера вот ну и дальше пишем f точка врать ну знаю там куку f точка врать ну не да там куку реку что ладно дубль 2 я там так что ли нажал я молодец да ладно во так проще да наверное я зачем-то писал ну неважно значит о значит обратите внимание вот на что во первых ну давайте прям посмотрим f точка closed да файл сам собой закрылся после того как мы вышли из контекстного менеджера и это важно во вторых write возвращает количество записанных интересно чего давайте попробуем количество записанных объектов файл потому что байтов явно тут было больше вот конце наш наш файл закрывается более того сейчас я попробую это показать если мы делаем например вот так вот with ну да где у нас там with open ну не знаю там o spf да print read f точка read вот вот оно наше жу-жу-жу да то файл закрывается всегда даже если там будет какая-нибудь ерундистика давайте попробуем а ну да надо было сказать closed ну давайте еще раз значит f.write ку-ку бабах произошел white господи прости тороплюсь вот произошло исключение да файл был not writable но он за нами закрылся такие дела удобное дело считается хорошим тоном использовать вид в качестве контекстного менеджера для файла просто потому что он закроется чтобы вы там не сделали плохого протел сказал сик сказал что еще можно сделать если мне не изменяет память можно отмотать на конец вот файл то есть если вы хотите например сик у него два параметра куда и сколько и вот в смысле куда и откуда вот это откуда если ноль то от старта если один то от текущей позиции а если два то от конца и соответственно перемотать файл на ноль от конца и собственно передвинуться на его конец и дальше можно например отмотать назад на немножко короче говоря считайте что файл такая ленточка которая туда-сюда ездит и вы можете ее перематывать вот этот сик ровно ради этого и устро я вот думаю как правильно зайти на следующую тему давайте сначала повторим что у нас есть помимо строк байтовой строки помните такую штуку с равняется b там вот у байтовых строк есть забавные забавные свойства что когда ты к ним обращаешься в качестве по индексу то они возвращают вам байт как число хотя ведут они себя как строки вот что такое байтовая строка байтовая строка это строка у которой каждый символ кодируется ровно одним байтом то бишь строка в кодировке аске и ничего сверх того все что вы туда запихиваете сверх того интерпретируется как это я тормоз да вот все что вы туда запихиваете сверх того интерпретируется как а это я тормоз да вот 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 да все что вы туда интер давайте только не 63 а 53 интерпретируется как именно байты вот и соответственно выглядит это так вот это символ с кодом 0 вот он вот это символ с кодом 53 вот он потому что это просто обычный плюс а вот это символ с кодом 2 вот он да но это все байты мы можем например сказать и получить вот и получить наш символ с кодом 3 вот так это устроено вот и вот сейчас мы поговорим про кодировки как раз хотел на эту тему зайти прежде чем зайти на эту тему я хочу сказать что вы можете открыть файл как байтовый давайте значит у нас есть прекрасный файл да который жажа жажа да отлично давайте мы его только чуть-чуть модифицируем вот да и это и и Open, не Open, а файл по привычке со второго бетона. О, как байтовый, на чтение. Че? Open, я говорю. А, как байтовый на чтение. Спасибо, дорогая. Вот. И давайте попробуем из него почитать. f.read. О, смотрите, что получается. Что там, где у нас однобайтовые символы, все хорошо. А там, где у нас были символы в кодировке UTF-8, мы видим прекрасную UTF-8. Видите? Код сегмента, в данном случае кириллический. Код символа в сегменте. Код сегмента. Код символа в сегменте. Код сегмент. Код сегмента. UTF-8 устроен примерно так. Вот он, значит, переменной длины. То есть, а символы в кодировке UTF-8 неизвестны какой длины. То ли байт, то ли два. Говорят, бывает и четыре. И, соответственно, если мы их представляем в виде байтов, то мы видим вот такую вот ерунду. И не в состоянии до конца оценить, какого размера, значит, наша строка. Ну, если она интерпретируется как строка символов, а не как строка байтов. Ну, символ бывает многобайтов. Вот. Значит, но мы можем, мы можем, мы можем что сделать? Мы можем отмотать на начало. Сказать ему s равняется f.read. И попробовать перекодировать вот эту строку байтов, сообразно той кодировке, в которой она находилась, в некоторое внутреннее представление питомских строк, которое условно называется Unicode, хотя Unicode не является, потому что Unicode это такой интернет-проект по перечислению всех символов в мире. Вот. Но какая-то модель Unicode внутри питома существует. Кажется, 24-байтовая, но могу соврать. Вот. То есть, строки внутри питона бывают двух видов. ASCII строки и Unicode строки. И для пользователя, вообще говоря, мы, по-моему, это делали на лекции про строки, для пользователя, вообще говоря, скрыто. Мы, значит, в каком конкретно формате строка хранится, это вопрос питона. Он абсолютно прозрачный для нас. Вот. Просто как быстрее, да? То есть, если, например, ну давайте все-таки найдем это. Баба-ма-ма-ма-ма. Import Sys. Допустим, у нас есть строка ASCII, которая состоит только из символов. Sys.getSizeSizeOf. Вот SA равен 54. Ну давайте мы вот так вот просто сделаем. Кверт. 53, да? Кверт. 54. Кверт. 55. То есть, добавляя один символ в строку, мы увеличиваем на единичку ее размер в байтах. Все остальное это размер заголовка, идентификатора, вот этого всего. Стоит нам только добавить туда русскую букву, ее размер увеличивается раз в полтора. Почему? Потому что теперь для хранения каждого символа используется не один байт, а два. Ну и, соответственно, добавляя туда очередную букву, мы добавляем туда два байта, видите? Даже если эта буква латинская. Потому что, поскольку в нашей строке есть не только ASCII символы, там под капотом Python его хранит уже как Unicode. Такое представление об огороженной эффективности использованной строки понятно для чего нужно, потому что очень много строк, которые не являются естественными текстами, они ASCII, да? Вот. Но вернемся к нашим баранам. Вот эта строка, как ее превратить в Unicode? Наверное, надо искать D-code. О, пожалуйста. Вот он, жужужу. Внимание, вопрос. А почему, собственно, Python решил, что если декодировать вот эти байты, то вот эта пара символов превратится в букву G? Ну, кстати, давайте посмотрим, какой у нее код. Я вангую, что он будет D0B6, но тем не менее. Ord. Вот G. Ну, да, Hex. Да, я, 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 я. Вот. Нифига подобного. Баба Ванга из меня плохая. Обратите внимание, что во внутреннем представлении питона это никакой не УТФ, никакой не D0B6, да? Вот какой-то 436 номер имеет буква G в питоновском внутреннем представлении Unicode. Ну, именно поэтому, кстати, видимо, он короткий. Видимо, он двухбайтовый. А мы же уже доказали, что он двухбайтовый. Он двухбайтовый. Вот. Непонятно. Почему, собственно, вот эти два байта оказываются байтами в кодировке УТФ-8? Кстати, нет, мы, наверное, знаем. Мы когда файл открывали, у него была кодировка. Ну-ка, 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 ну-ка. Или не было? Мы где-то, где-то эту кодировку видели, что она УТФ-8. Во. Нинкодинг. Ну, тут вот она не пишет. Но когда, когда вот так вот... А, потому что это буфер-ридер. Господи, прости. Так. Open. И равняется. А, потому что он binary, господи. Потому что он буфер. Да? Вот когда мы его читали как R, то, пожалуйста, он знает, что инкодинг-380. Собственно, вот. Да? Когда мы его читали как Rb, понятно, никого инкодинга нет, потому что это просто буфер, просто байт. Байт. Вернее, байт. По всей видимости, есть какое-то тайное место, из которого программа, запущенная, ну, скажем, в консоли, берет информацию о том, в какой кодировке вообще обычно бывают файлы. И это тайная информация, написанная у TF8. Ну, тут мы немножко сваливаемся в Linux, в котором есть командашка Lockheel, которая нам все рассказывает. Нам надо рассказывать, что у нас кодировка всевозможных представлений данных. Ruru UTF8, RU код страны, RU код языка, UTF8 кодировка. Как получить это из питона? Хороший вопрос. Сейчас я скажу, кодекс, да? Ну, кстати, я не помню. Какой-то дефолт, что-то там. Слушайте, не помню. Сейчас давайте погуглим. Не помню, значит, надо погуглить. О! Как видите, я слишком далеко углубился, совершенно не обязательно было ходить так далеко. Вот, он на самом деле лежал в SIS. Та-да-да-дам! Все оказалось проще. Ну, как обычно, в питоне все оказалось проще. Как вы думаете, какое количество бывает энкодингов вообще в мире? Правильный ответ их сотни. Сейчас скажу. Ну, вот примерно. И это только те, про которые знают утилиты икон. Почему их так много? Почему, если вы такие умные, почему вы не ходите с троем? Ответ простой. Он в истории развития всего этого безобразия. Люди очень долго не хотели привыкать к тому, что один символ – это не один байт. И я их понимаю. Некоторые даже до сих пор не привыкли. Соответственно, как запихать все символы мира в 256 байтов – непонятно. И возникло понятие кодировки, точнее, кодовой страницы, потому что кодировка – это, в принципе, то, как какой-нибудь символ уже представляется в виде чиселек. Понятие кодовой страницы – это вот в основном они, энкодингс. Стоит вот в чем. У вас нижняя половина от 0 до 127 – это аски, а верхняя половина от 128 до 255 – это ваш язык. И в зависимости от того, какой у вас язык, а также какого внутри этого языка конкретно применена кодировка, вот эти коды символов от 128 до 255 интерпретируются как различные буквы. Вот. В этом был смысл. И вот кто в те годы, значит, занимался текстами, тот помнит, что есть такой адский совершенно ситуация. Вам приходит письмо, непонятно в какой кодировке, вы его перекодируете, она опять-таки непонятно в какой кодировке. Вот. И все будет, и все страшно, страшно. Вот. Когда изобрели Unicode, очень много народу скрипели, что чуть такую у вас строчка непонятной длины количество символов, нельзя умножить на коэффициенты, получить длину строки. Используйте хотя бы УТФ. Но нет. Тем более, что УТФ тоже бывает, УТФ-8, УТФ-16. Ну, в общем, фиг бы с ним. Текущая доминирующая кодировка УТФ, вот, она бывает 2-байтная, бывает 4-байтная, бывает, но на самом деле она неизвестна, скольки байтная, и мы это терпим. Так, значит, пунктом нынешней программы была бнопня, да? Ну вот, значит, давайте с бнопней немножко разберемся. Значит, и это я немножко отвечаю на вопрос Андрея, который выглядит вот как. так, давайте мы попробуем написать эхо вопрос и перекодировать его. Я сейчас это делаю с помощью... можно было это сделать с помощью питону, но мне просто медленно. Хотя, хотя, наверное, можно. А, знаете что? Я сначала сделаю так, потом сяк. Ну вот, создадим создадим файл под названием все тот же, ну, месседж, мсг, ну, хорошо, пускай будет О. А теперь попробуем это почитать из питона. Читаем из питона. А, нет, не так, давайте мы его сначала не в кое-8, а в в винус-1951. Вот. Читаем его из питона. f равняется, ну, давайте сразу текст, txt равняется файл от o rb .read не файл open. Почему-то я на автомате пишу слово файл. Это деприкрищен еще во втором питоне. Во. Ну вот, вот, значит, мы поменяли кодировку, так что это другие байтики, не такие, как здесь. Вот какие-то байтики в какой-то кодировке, значит, вот, что-то они значат. Я хочу это прочитать. Я вижу, что это однобайтная кодировка. Я знаю, что она русская. Давайте попробуем декодировать. b.decode И что там? txt. txt.decode Ничего хорошего не происходит, потому что по умолчанию кодировка-то у нас ут. Хорошо, давайте из p8 декодировать. p8. бнатня. Почему бнатня? Потому бнатня, что у нас пришедшая сообщенька была в кодировке вынес 50 до 51. Хорошо. Видно, вынес 51. Вот, другое дело. Чувствуете, да, что а кодировок сотни, а байтики одни и те же. Поэтому, скрипя сердце, мы вынуждены смириться с тем, что из всех живущих ныне действующих моделей, модель с tf-ом, скажем так, наименее, наименее заморочены. Вот. Ну, давайте, мое любимое слово. Внимание. Точка. Encode в кодировку в кодировку Windows 12 Windows 21 .decode из кодировки COI-18 Вот. Это мое любимое слово. Текст на русском и на английском языках без спецмат-символов? Вот, например, не спецмат-символ. Кавычки, елочки, лапки, длинное тире, короткое тире. Что еще бывает в русском языке? Чтобы так вот для нас с вами интересно этот самый короткое тире, длинное тире, дефис, многоточие. Короче говоря, есть довольно много символов, которые в стандартную кодировку не входят и которые в тексте используются сплошь и ряд. Так что нет, не могу с этим согласиться. Вот. Если бы вы сказали, что текст содержит только русские и латинские буквы, да, могу согласиться. Но таких текстов, в общем, я давно уже не видел. Разве что в... Да. Ну, хорошо. Вот вам, вот вам два моих любимых слова бнапня и бхлюмхи. 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 Вот. Ну, в общем, идея ясна. Заодно мы с вами поупражнялись в работе с бинарными файлами. Что из этого следует? Из этого следует, что мы с вами на питоне можем работать, в основном работаем с текстовыми файлами, потому что это более правильное решение. Более того, да, кстати, ответ на вопрос предыдущий ваш, Андрей, да, что никаких проблем с бинарным файлом, содержащим какие угодно, да, байты, какие угодно, никаких проблем не будет, если мы внезапно назовем его файлом в кодировке кое-8. Другое дело, что, возможно, в таблице перекодировки не найдется соответствующего символа. Ну, давайте, кстати, это проверим. И вот тогда перекодировщик из кодировки кое-8 скажет нам фия. А так-то чего? Ну, давайте попробуем. s равняется b.join и bytes от i for и inrange от 256. Чё? А, это было не bytes от i. Эээ, господи, прости. Хи-хи. Забыл. Сейчас посмотрим. Как превратить число в byte? А, возможно, возможно, вот так вот, да, ну-ка, bytes отлично. Я, как обычно, я переборщил. Всё было проще. Вот. Вот вам вся таблица. ByteRay это отдельная тема, Иван. ByteRay это такая строка, в которой можно, которая является на самом деле массивом, в которой можно делать ещё и удалять из неё куски, переставлять, переприсваивать и так дальше. Да, в данном случае не в этом дело. Вот тут проще. Попробую это перекодировать в КОИ-8, да? Да нет, всё хорошо. Смотрите. Там, где не получилось перекодировки, оно просто, просто оставило те символы, которые были. Да. Обратите внимание на то, что я заморочился в своё время и написал шрифт, с которым мы работаем сейчас, у которого есть все символы из таблицы кодировки КОИ-8. То есть, вот, все. А нет, вот этого нету. Ну, почти все, хорошо. Так, окей, мы слишком много заняли время кодировками, но я думаю, что основные идеи понятны. На самом деле есть одна неприятность. Давайте мы её продемонстрируем. Ну, допустим, F равняется файл, неважно, текстовый, или не файл, а open-то, что ж такое-то. Open, неважно, текстовый или не текстовый, это всё на врать. Да. F точка враец, ну, скажем, 100-500. Не получилось. Окей, давайте откроем его на, как в дайнере. Опять не получилось. Что не так? А вот что не так. Мы с вами можем писать в файл либо символы, либо байты. Числа, там, вещественные числа, объекты в файл писать мы не можем. Мы должны их во что-то превратить. Ну, в данном случае либо в символы, либо в байты. Это довольно просто сделать. Можно, например, написать вот так вот. Бога ради. Или вот так вот. Print. Ну, да не знаю, там, файл равняется f. Вот. Что при этом произошло? Файл открылся как строковый, и в него вывелся результат работы print. Всё очень удобно и понятно. Примерно так же будет работать и с байтовыми строками. Минуточку, но как нам читать числа из файла, если там лежат числа? Вот нам написано в задаче, написано, что вам на вход подаётся файл, в котором лежит массив из 10 целых чисел длиной 40 байтов. Первые 4 байта, первое целое число, второе 4 байта, второе целое число. Да фиг знает. Как-то по-странному. Надо прочесть эти байты, а потом ещё их как-то складывать. Неудобно. Вот. Этой задачей мы займёмся чуть позже, а давайте мы займёмся немножко более простой задачей. Я хочу на самом деле положить файл действительно число 100500 и потом прочесть оттуда число 100500. То есть я хочу, чтобы было так, чтобы я положил файл, вот у нас есть число 100500, оно типа int да, и равно 100500. Вот я хочу положить файл это, а потом прочесть оттуда это же. То есть написать что-то типа там бла-бла-бла там s равняется что-то такое там что-то такое read и чтобы в результате у меня в s приехал целочисленный объект размером 100500. На самом деле это означает, что помимо контента объекта в файл надо записывать метаинформацию, какого он был типа. Для этого есть специальный модуль, который называется pickle, который собственно ради этого и придуман. Что такое pickle? Pickle это способность записать из питона в файл всю информацию об объекте, включая его содержимое. Ну, например, давайте попробуем сначала поглядим, как это выглядит, а потом попробуем с файлом. за счет pickle.dumps ну, скажем, сейчас наши 100500. Что мы видим? Мы видим довольно большой давайте только 0x100500. Вот. Мы видим довольно большой кусок, в котором написано что-то, да, какие-то символы, нолики, нолики, нолики. Мы видим даже символ g, что означает, видимо, целое число, большое. А дальше мы видим, извините, 0x100500, смотрите сюда, 100500. Но только имейте в виду, что байты идут задом наперед, да, у нас little engine архитектура, и поэтому число 16-ти число 100500, оно вот в байтах лежит вот таким вот образом. Мы, кстати, с этим будем еще сталкиваться, когда будем работать за минарный файл, про который тут спрашивал человек с ником bars. Вот. То есть получившийся байтовый объект можно записать в байтовый файл. Давайте так и сделаем. Значит, f равняется open от o запятая vb и сказать picl 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 точка dump ну что там, 100500 в этот самый f туда задампится. Давайте еще ради интереса задампим туда ну какую-нибудь строку kve-kve в этот самый f задампим туда какой-нибудь словарик да a2.1 b ну там b2.2 ну и n, не важно че 2.1 не там и задампим туда какое-нибудь еще, не знаю, вещественное число не знаю. дэдэйф. Невещественное. Комплексное. Все, закроем это дело. теперь откроем его на чтение. Ну и для начала прочитаем, что там валяется. Просто интересно же. Там валяется довольно много всякой ерунды. вот. Вот это наше число j. Вот. Это бывшие 100500, только оно не 100500 уже, потому что оно ниша с истеричной. Что там дальше? Где-то тут должна быть строка данных словарь. Соответственно, там где-то начало словаря, потом строка строка а. Вот она. Нет, да. Строка а, строка н. Тут где-то должна быть еще, соответственно, 1 и 2. Вот это 1, вот это 2. Вот. Ну, короче говоря, я не мастак читать подобного рода вещи, но вы, кажется, идею поняли, что в этом файле лежат все данные, которые мы туда записывали и все мета данные относительно того, какого, собственно, сорта были эти объекты. О, на всякий случай написано слово комплекс. Комплекс, потому что из этого нужно будет делать объект типа комплекс, да, он прочтет 2 числа, а потом конструктор комплекс вызовет и все, и он соберется. Вот. Давайте теперь из него почитаем. Так, ревинт, по-моему, f, f.revint. Нету ревинта. Нету ревинта. Тогда сик от нуля. Давайте теперь из него почитаем тем же пиклем. Пикль. Пикль, я сказал. Вот. Ну, естественно, а ты? Оба-на! Это наша 100500, которую мы записывали первым. А это наша строка, которую мы записывали второй. А это наш словарик сейчас сюда приедет. Ну, давайте его вот так. Давайте его вот так вот получим, да? А это наш словарик, который мы записывали третьим. Ну, и это будет наше вещественное число, которое мы записывали четвертым. Такая вот штука. То есть, если наша задача сводится к тому, чтобы записывать реальные питоновские объекты в файл, а потом читать их оттуда, то есть сериализовать их. Есть такой прекрасный термин сериализация, который означает превращение данных из внутреннего представления языка программирования в формат пригодный для передачи дистанционный. И десериализация. Сериализация это dump, а десериализация это load в терминах пикля. То вот вам пожалуйста инструмент. Он, этот инструмент может сериализовать даже написанные вами классы. Кстати, давайте попробуем, интересно же. ВБ ВБ? ВБ. Класс Класс С ПАС Ну не ПАС Давайте ФИЛД А равно одному С Равняется С С Попробуем задампить его ПИКЛ точка ДАМП Не ДИСПАЧ А ДАМП ДАМПС О, С Смотрите Что нам сделал ДАМП Он сказал Ребята У вас есть класс main.c Окей Если в вашем окружении есть конструктор main.c то из этого из вот этого вот места там один где-то один должен быть Не вижу один Не вижу один но А, вот же он Господи То из этих данных можно соорудить объект класса объект класса main.c Давайте мы схитрим давайте мы сделаем так класс c b равно 3 Теперь сделаем вот это и попробуем раздампить сейчас раздампить А черт мы его не файл задампили мы его задампили прямо так Ну хорошо давайте задампим потом раздампим еще раз c равняется pickle dumps c А, он не умеет потому что нет такого класса Хорошо c равняется c pickle dumps c Вот он работает c равняется pickle dumps c Не только не c а d d Переопределяем класс посмотрим что получится Напишем здесь E равняется 1 И попробуем раздампить pickle точка lot d Не lot loss Как вы думаете какое там будет поле E или или B Нет такого поля а такое есть Понятно да идея Конструктор есть исходные данные есть Сейчас и берем вам вам объект обратно Надо сказать что использование pickle небезопасно в том смысле что вам могут приехать такие данные что питон снесет крышу когда он их будет с помощью лода диссерилизовать Разработка безопасного протокола цивилизации вообще отдельная тема поищите в пупы они там есть но тот который в питоне стандартный он очень простой вот но как вы понимаете от этого дела не защищен А вот теперь мы приближаемся к интересной теме про бинарные файлы Понятное дело чем отличаются текстовые файлы от бинарных то есть они отличаются тем что в них лежат не символы в какой-то кодировке а черт знает что ну например вот в этом пикливском файле да в этом пикливском файле это не пикливский файл давайте мы создадим пикливский файл раз уж на что а давайте даже не так сделаем да не пукль а пикль пикль ну что там пикль точка дамп эс ну не знаю раз-два-три да ну какой там это запятая была только не принцем ну вот не это тоже неправильно ладно я хотел изобразить с помощью питона двоичный файл но это не так просто сделать и нужно чтобы какой-то вывод был двоичный а его тут нету ну ладно фиг с ним а можно написать стадоу точка в райт но боюсь что он тогда скажет что у нас бинарный короче ладно фиг неважно бинарный файл любой файл не являющийся не являющийся текстом в общем по умолчанию бинарный потому что в нем что-то есть ну вот например давайте почитаем файл пнг файл о.пнг да нет о.пнг я сказал но это явно не текстовый файл то есть там вначале написано что-то похожее на пнг а дальше пошла какая-то сущая ерунда какой смысл этот файл например редактировать редактором как я сейчас делаю да никакого не надо этого делать понятное дело что тут вот я обращаюсь к вопросу человека с ником Барс слово бинарник в действительности означает не любой файл не являющийся текстом а исполняемый файл в очень специальном формате предназначенный для запуска в рамках конкретной операционной системы именно это называется бинарник зачем эти бинарники открывать совершенно очевидно чтобы анализировать исполняемый формат для отладки например вот но мы разговариваем о другом мы это это тема курса операционной системы а у нас все-таки сейчас не операционные системы а значит питончик вот и бинарники в нашем случае это в смысле файлы бинарного формата это такие файлы которые питон читает как байтс а не как стр вот и все ну и соответственно ничего не знает про кодировку этих файлов да вот в случае если он читает снаружи текстовый файл он знает про кодировку кодировку по умолчанию вот такая не такая вот такая да а если он читает из бинарного файла то ему пофигу на кодировку там сами должны переказировать чтобы получить свой свою бнафню бинарный файл если это не просто трэш скорее всего имеет некоторую внутреннюю структуру туда писали вот какие-то данные а мы хотим эти данные прочесть и пока что у нас есть ровно один механизм прочесть байты а потом из байтов складывать вот как как слово вечность из лединок складывал но есть способ лучше этот способ называется модуль стракт который собственно предназначен для того чтобы брать байты и распаковывать их в какие-то питоновские типы ну давайте прям походу поступим значит модуль стракт как некоторое количество впечатляющее количество модулей питона написанных гнида поддерживает некий птичий язык типизации такой мелкотный вот гвид вообще-таки такого рода языки любят сейчас покажу о чем я говорю значит что такое стракт помните структуру си стракт это размещенный в памяти некоторое количество данных определенного типа все это вместе составляет один единственный тип у вас может быть скажем массив таких страктов ну и соответственно вы можете ходить к полям ну в общем такая инкапсуляция без объектов стракт позволяет упаковать объекты питона в том формате в котором мы скажем описание формата вот это а потом распаковать их соответственно выглядит это примерно так значит стракт что мы хотим давайте запакуем значит r равняется ну res равняется стракт точка кажется pack дальше мы описываем в каком формате мы хотим запаковать данные ну скажем два целых числа целое беззнаковое целое размером 4 байта ну и скажем целое короткое размером 2 байта и х целое беззнаковое 100 500 целое короткое минус 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 3 получилось смотрим что у нас лежит врез врез давайте 0x 100 вот обратите внимание на то что мы видим ровно 6 байтов столько сколько мы ожидали 2 на целое и 4 на целое и 2 на короткое целое это 100 500 я узнаю его 100 500 да обратите внимание на порядок байтов такой странненький он такой little engine вот ну а это минус 3 FF ну в двоичном представлении 11111111111111111 01 пардон FFD 2 байта 4 байта вот вам пожалуйста упихованная структура из двух чисел в одну картинку казалось бы а чё так страшно все почему бы нам не ввести как си файлы сразу бинарные и вот и не мучиться ну в самом деле отлично же получилось взяли записали два числа очень коротко красиво ну чек с дампом можно посмотреть он пах можно сделать смотрите а запятая б равняется равняется страх точка unpack unpack ну вот этого самого реза из пяти два аргумента чо давайте посмотрим формат нам нужен формат нам нужен их пожалуйста все вернулся как было все хорошо это сто пятьсот вы не думаете это сто пятьсот вот на самом деле я думаю что многие из вас уже знают ответ потому что вот поэтому дело в том что порядок байтов в целом числе зависит от архитектуры вашего компьютера я правда не нашел своем ближайшем окружении работающих работающих железяк с порядком отличным от литл эндин к сожалению вот микс у меня к сожалению выключен там я на мипс там там хотя там тоже литл эндин мипс или даже мипс или там тоже летла короче говоря порядок байтов в целом числе точнее в машинном слове вашего процессора и это свойство вашего процессора и в некоторых архитектурах он такой а в некоторых другой а в некоторых еще бывает и 3 когда у вас еще и как бы меняются не только сами байты но и полуслова машины вот сейчас я не буду вдаваться в подробности зачем это так просто имейте в виду что вот утверждение у меня лежит тело целое число файле это утверждение неполное во первых вы должны сказать какой ну длины это целое число потому что вас может быть 32 разрядная архитектура может быть 64 а может быть еще больше но правда по моему по стандарту си все-таки целые не бывают больше чем 6 часах разрядный я имею ввиду просто а то еще и 16 2 байтовой так как как здесь во вторых непонятно в каком порядке эти байты там лежат если вы думаете что поскольку во всех архитектурах которые до которых я достучался этот порядок little engine то есть вот такой обратный да и поэтому можно забить на порядок байта вы ошибаетесь потому что в сетевых протоколах используется порядок big engine так называемый network поэтому для того чтобы с этим работать вы помимо того что должны значит указать собственно какого формата вы ожидаете данные в вашем бинарном файле вы должны еще вот тут вот чуть раньше указать а какой собственно какой собственно порядок порядок байтов в вы ожидаете увидеть в вашем бинарном потоке если вы думаете что на этом ваши проблемы закончились нет нет потому что очень многие архитектуры не могут хранить вот эту это вы хорошо знаете по по си если вы работали со сишными структурами очень многие архитектуры не могут хранить данные размером ну например меньше чем одно машинное слово или не могут хранить данные размером в одно машинное слово 4 байта по адресу не кратному 4 то есть вы не можете например во многих архитектурах разместить давайте кстати попробуем разместить целое число половинку то есть короткое целое и снова целое число так смотрим что получится целое число короткое так тут и еще давайте сделаем вместо этого а это слишком длинные прошел 11 а вот это правильно вот смотрите целое число отлично короткое целое отлично 10 что там 0 10 11 12 опять целое число а вот это паддинг между ними потому что считается по умолчанию что в ваших бинарных файлах не могут храниться целое число с адресом не кратным 4 если вы хотите чтобы паддинга не было вы тоже должны сказать вашему вашему кодировщику бинарному что паддинга не должно быть чувствуете да насколько вообще вся real life сложнее чем наше игрушечное красивое волшебное окружение в питоне ну вот обогащенная этими знаниями мы немножко попрактикуемся тут я чуть никаких программ все не писал давайте мы их напишем значит у меня в принципе есть шпаргалка я не буду поглядывать иногда но мы ее будем реимплементить заново эту шпаргалку шпаргалка называется pngp вот она ну вот у нас есть прекрасный файл и png там буквы на прозрачном фоне он размером 29 на 32 пикселя вот в нем 8 битный цвет ну и он маленький занимает 800 6 7 а давайте теперь пытаемся почитать его из питона значит вот у меня открыт страничка открыт страничка в википедии с описанием формат пнг и там сказано что в начале файлов пнг всегда идет вот такая последовательность байтов вот она их сколько восемь штук там довольно все смешно а это огороды чтобы никто на экран его не выявил например если вы в дозе вы видите на экран там есть control z специально для того чтобы доз подумал что файл кончился ну короче забьем на это вот это так называемая сигнатура он же заголовок давайте мы сейчас реимплементе то что я сделал когда готовился к лекции я надеюсь и за ним и за 10 минут успеем нгр . чё там импорт импорт бдр как его фамилия стракт вот ну и давайте прям типа пастить значит тут где-то был примерчик в конце вот нам он и нужен вот в начале идет вот такая фигня как это описать с точки зрения стракта хейдер хейдер это 8 байтов значит 8 чего байтов отлично дальше идет идут чанки после того как закончился закончился хейдер идут чанки чанки это сейчас покажу что это вот такие вот такие структурки 4 байта длина 4 байта тип дальше вся длина это собственно сам чанк который что-то содержит еще в конце crc контрольная сумма давайте опишем чанк мы не можем описать чанк произвольной длины потому что длина лежит у нас вот здесь поэтому мы опишем только вот этот заголовок чанк хейдер 4 то есть целое число 4 байта и еще одно целое число а нет чанк тайп это извините не целое число это три эта строка длиной 4 значит 4s отлично так это чанк хейдер ну и дальше собственно мы хотим часть сделать мы хотим прочесть давайте еще сделаем сис сис я забыл показать что у модуля модуля стракт есть правильный метод который называется называется я найду вернитесь колксайз метод колксайз говорит сколько конкретно байтов содержится в структурке которая будет упакована вот таким вот формат вот эти знания давайте определим процедурку что там перед какой-нибудь файл формат что вы должны сделать мы должны сделать f.reed прочесть из него прочесть из него стракт . колксайз от fmt байтов ну и декодировать его стракт . он парк что там fmt то есть идея какая читаем вычисляем размер сколько байтов надо прочесть из файла читаем эти файлы эти байты и распаковываем их вот такая вот простейшая штука и давайте сейчас по упражняемся значит хедер хедер равняется нет сначала файл f равняется open от сис . эргур уже пожごöl ну скажем первое на пирб сидер равняется что там перед перед от файл наш и евро и формат кейзера и принт Party давайте попробуем значит но он говорит что не так а ведь он кто будет делать пушкин о ты мне не нравится что он 10 10 давайте мы его сделаем вот так вот звездочка map hex от х пускай нам херк будет инвалид синдекс почему синдекс почему синдекс то маме чё делал не так тороплюсь да звездочка мам понятно интересно почему там не так ну да неважно смотрите вот очень хорошо давайте проверим что это но давайте проверим что это но что мы прочли чего хотели где там наш примерчик вот вот он 89 50 47 2 короче все все на месте отлично давайте попробуем прочесть первый чанг чанг у нас состоит из двух полей это размер сайс сезе иным ним перед под f что там у нас царь да ну и принт 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 ом сезе запятаемым и так пробуем принт тороплюсь там просто еще одна тема она зависла что-то какой-то офигительный размер для нашего файла что-то вот прям вот неправильный нас размер прям вот не тот размер прямо скажем да что-то не то то есть внутри нашего файла есть чанг вот такого размера это обман начинаем думать в чем же могла бы быть проблема сразу скажу я знаю ответ этот ответ естественно единос потому что png предназначен для передачи по сети и в нем используется так называемый нетворк эндиан то бишь биг эндиан ну значит смотрим в документацию как выглядит у нас биг эндиан точнее нетворка эндиан видим что вот он восклицательный знак и говорим нет ребята когда вы читаете это ваше целое число она тут формате биг эндиан отлично говорит нам вот 13 следующий заголовок называется и хдр и занимает он 13 байтов ну совсем другая картина совсем другая картина правильно значит что мы теперь вы делаем мы можем еще успеть попарсить заголовок или уже не успеем нас время кончилось окей я приведу пример на лекции вот 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 этой программы она в общем довольно короткая вот но идея вы поняли точно также можно и записывать их можно генерить эти бинарные файлы таким же способом вот последнее о чем я хотел рассказать у нас время прям таки исчезающий мало но все равно все равно значит я бы хотел сказать про модуль дбм что такое дбм дбм это такой файл который на самом деле баз данных то есть вы храните ваши данные не для того чтобы их там ну не знаю обрабатывать не так не то чтобы не потому что не потому что вам такие приехали а потому что вам нужно эффективно хранить данные эффективно хранить это например искать по ключу чтобы можно было вжух и быстро из большого файла прочитать нужные нужные данные в питоне есть модуль дбм который позволяет давайте попробуем значит пальцы 3 импорт дбм открываем вашу базу данных на видимо запись сейчас попробуем я вот ну давайте ф равняется open ну скажем оо на запись только не оо а дбм а на цена создали обратите внимание что помимо в рай то еще есть create теперь говорим f допустим вы равняется вы индексы склонами а что я сделал не так понятно пальцы ли стринг короче байт ну-ка тоже не понимаю понятно нельзя было присваивать туда а хорошо а вот так вот можно нельзя значит только байт а вот так вот можно можно отлично что это такое это на самом деле запись в файл давайте сейчас еще сделаем . вот я в точку close ты дышь давайте посмотрим что у нас получилось получилась база данных довольно жиденькая у которой там в конце все что мы туда записали вон она давайте попробуем почитать значит импорт дбм опан на до вев сейчас дать посмотрим вот и фаназер например а вот пожалуйста короче идея думаю вам понятно файл предназначенный совершенно для другого для того чтобы там эффективно хранить данные и даже их по ключу индексировать вот как видите там хранятся байтики в принципе над почитать наверняка можно какую-то открыть базу в которой будут не байтики а что-то более хитрое а вот но в общем в общем в общем вот под капотом там скорее всего какой-нибудь гдб вот смысле гнуды бы вот но фиг его знает вы можете даже открывать doom doom бы это просто вам текстовый вариант но понятно что у дома варианта у вас скорости никого не прибавится а здесь прибавится это база данных там поиск по ключу имеет логарифмическую сложность вот мне кажется что это все что я хотел рассказать а нет я еще хотел рассказать что бывает файл с известной структурой под них есть тысячи модулей на питоне там zip какой-нибудь tar png на самом деле jpeg чего угодно но они не встроены как правило в сам питон находится в package index но это уже не так интересно все значит я и так съел лишних пять минут я не знаю какое будет домашнее задание но оно будет я обещал сегодняшнего дня на самом деле с прошлого раза не давать больше двух задач потому что у людей значит намечаются сессия и вообще дедлайны по другим курсам вот это предпоследнее домашнее задание если я не ошибаюсь последний будет следующий раз больше не будет домашнего задания потому что их надо еще успеть решить до начала зачетной сессии вот ну и собственно все нет 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 ни в коем случае хотя черт знает может и бдб не скажу читайте документацию там есть разные бэкэнда андрей да все это я ответил на вопрос какой там какой там бэкэнд под капотом я не знаю то ли гну дб то ли беркель зеби в общем не очень не очень важно до новых встреч